Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Конфликт фарисеев и саддукеев нарастает с Иисусом. И вот один из эпизодов, где он, в общем-то, усиливает этот конфликт. Еще раз мы говорили, я привозил такое слово «контрастное вещество» из медицины, когда делают рентгеновский снимок или МРТ, то вводят в организм контрастное вещество, не потому что оно само по себе нужно, а потому что оно позволяет лучше разглядеть то, что хотят разглядеть на этом снимке. И в каком-то смысле фарисеи и саддукеи – контрастное вещество для евангельского повествования, для притчи и проповеди Иисуса. Вот то, что вычленяет главное. К Иисусу подошли фарисеи и саддукеи. Кстати, это две достаточно разные партии, но сегодня мы сказали «консерваторы и либералы». Я уж не знаю, кто из них консерваторы больше, но, наверное, саддукеи – они храмовые священники, те, кто занимается богослужением, а фарисеи, они скорее вот к бытовому благочестию тяготеют, к соблюдению каких-то очень важных обрядов и ритуалов, которые можно в любом месте у себя дома соблюдать. И вот они вместе. То есть уже и тех, и других сильно беспокоят проповедь Иисуса, и их разногласия уже менее важны для них самих, чем их общее несоответствие этим проповедям. Фарисеи и саддукеи, они его искушали и просили показать им знамение с неба. Ну, то есть, предверь документ, чудо сотворим, тогда мы будем знать, что ты имеешь право на это все. А он сказал им в ответ, «На закате, вы говорите, будет ясно, раз небо красное, или на рассвете будет ненасть, раз небо в багровых тучах. Вы можете распознавать по небесным приметам погоду, а времена по их приметам не можете? Род злой и развратно ищет знамение, но не будет ему дано иного, кроме знамения Ионы». Уже было про знамение Ионы. Там он объяснял, что три дня Иона пробыл в чреве китовом или в еврейском оригинале большой рыбы. Но здесь он этого не уточняет. И я напомню, что у Ионы более интересное знамение было-то. Он проповедовал ненавитянам, они покаялись. И там ведь особо ничего не происходило. Он просто ходил и проповедовал. А им было достаточно, оказывается. А этим вот недостаточно. И с этими словами он их оставил. Вот уже, кажется, даже спорить нет большого смысла. Уже все понятно. Ученики, переправляясь на другой берег озера, забыли взять с собой хлеба. Вот сколько тут про хлеб говорится. Вообще-то все времена не все ели досыто. И поэтому это важная часть. Есть хлеб, нет хлеба. Иисус им сказал, смотрите, остерегайтесь закваски фарисейской и саддукийской. Они стали так рассуждать между собой, мол, он про то, что хлеба мы не взяли. Но закваска – это часть предыдущего замеса, которая содержит в себе дрожжевые бактерии. И попав в новую порцию замешанной муки, соответственно, эти дрожжи начинают размножаться и сквашивают всю порцию. Поэтому закваска – это как бы то, что уже есть, и то, что позволяет сделать новое тесто, аналогичное предыдущему. Понятно, закваска фарисейская и саддукийская. То есть не делайте такого, что делают они, не продолжайте вот их образ жизни. Он это понял и сказал им, что это вы между собой рассуждаете, маловерный, мол, хлеба у вас нет. Вы ничего так и не поняли? Вы не запомнили, когда я разломил пять хлебов для пяти тысяч людей, сколько набрали вы корзин? А когда семь хлебов для четырех тысяч, сколько корзинок вышло? Что же тут для вас непонятного? «Остерегайтесь закваски фарисейской и саддукийской, и это я вам сказал не про хлеб». Так они поняли, что он велел вам остерегаться не хлебной закваски, а учения фарисеев и саддукеев. Вот непонятливость учеников у Матфея, не только у Матфея, конечно, у Матфея прямо как-то особенно подчеркивается, и все равно он с ними возится. Сейчас, может быть, поймем почему. Оттуда Иисус пошел в окрестности Кесарии и Филипповой, это крупный город Северной Галилеи, он спросил учеников, кем считают люди сына человеческого. Ну, это самоназвание, конечно, здесь. А что, он сам не знает? Вообще-то уже много эпизодов, где его и величают сыном Давидовым и всякое, но ему важно услышать от учеников, потому что отвечая, они неизбежны и сами что-то об этом скажут, кем они его считают. Они ответили, кто Иоанном Крестителем, кто Ильей, пророк Илья, который должен явиться перед Мессией, кто Иеремии или кем-то другим из пророков. Какое разнообразие мнений, да? Вот и во всех случаях тот, кто уже был. Вот людям трудно принять что-то новое, да? О, это, наверное, на то похоже, то на это. Вот у нас в стране тоже без конца оглядываются на историю и как бы стараются ее повторить. Каждый причем свою часть истории выбирает. Потому что ничего нового же не бывает. И он спросил их, а вы кем считаете меня? Вот смотрите, они непонятливы, они упрямы, они маловерны. Но есть только одно, что может каким-то образом оправдать их присутствие в этом ближнем круге. Личное отношение. Вот вы кем считаете меня? Я кто для вас? Тот, кто хлебом кормит, больных исцеляет. Для толп народов, да, конечно. Какой-то великий пророк из прошлого. А вы кем считаете меня? Симон Петр сказал ему в ответ, ты Христос, сын Бога Живого. Впервые появляется это исповедание веры. Христос или Мессия, помазанник, сын Бога Живого. Такого еще не было, чтобы сын Бога Живого пришел. То есть, вот, глядеть назад, это хорошо и интересно. Но здесь происходит что-то такое, чего не было никогда раньше. И, может быть, апостолы ничего не понимают в притчах, без конца переспрашивают, чего-то хотят своего, суетятся. Но они увидели, что происходит что-то такое, чего раньше не было. И у них есть эти личные отношения с Иисусом. А все остальное постепенно придет. Иисус ответил ему, «Благо тебе, Симон, сын Ионы. Это открыли тебе ни плоть, ни кровь». Ну, то есть, люди от плоти кровь. «Отец мой небесный». А значит, эти отношения, возникшие между Иисусом и его учениками, они возникают и между учениками и Отцом Небесным. «Я скажу тебе, ты, Петр». Имя Петра выглядит как форма от слова «Петра – скала». «И на этой скале я воздвигну свою церковь, и врата ада ее не поглосят». Собственно, здесь он дает ему это имя Петр. А церковь, «Экклесия» по-гречески, это собрание. И вот воздвигнуть церковь – это, конечно, не в смысле построить здание, но соберу. Но это собирание понимается как строительство. И скала – это прочное основание, которое не позволит ей рухнуть. И врата ада ее не поглосят. «Дам тебе ключи Царству Небеса, что свяжешь на земле, останется связанным на небесах, а что разрешусь на земле, останется разрешенным и на небесах». Что дает ему вот это особое благословение? По сути дела, право решать от имени Царства Небеса. Избрание в апостолы, оно было раньше. Какое-то особое рукоположение, помазание, мы даже не знаем, было ли оно, сказано, что Иисус избрал их, да? Ну, как выглядел этот обряд, мы не можем себе представить. А какой-то высокий чин, звание, положение, его тут нету, он всего лишь пока ходит с Иисусом и его исповедание веры. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот после этого он это получает. Вот то, что определяет. Все остальное тоже очень хорошо и полезно, но вторично. Тогда же он строго запретил ученикам говорить кому бы то ни было, что он Христос. Вот крайне нелогично, да? Он расспрашивает, «За кого меня почитают люди?» Они говорят ему, там, Иоанном Крестителем, Илье, Иеремии. «А вы, ты Христос, Сын Бога Живого, так пойдите всем расскажите. Чего же они, путаники, никак не разберутся? Вы-то поняли все? Давайте объясните им». Смотрите, Петр говорит эти слова не потому, что ему плоти кровь открыли, не потому, что кто-то ему сказал, «О, это Христос, ты не перепутай», а потому что он это увидел, он это принял сердцем. То есть, либо ты это принимаешь сердцем, либо это бесполезно, либо это сотрясение воздуха. Легко произнести слово «Христос» или любое другое слово, да? А вот выстроить свое внутреннее отношение и выстроить это отношение с ним, вот это пойди попробуй. И не нужно, чтобы кто-то это навязывал, уговаривал. Конечно, им хочется, их распирает, наверное. Весь Израиль ждет Мессию. Он пришел, он с нами, мы с ним. Да всем надо рассказать, да? Конечно, делятся хорошими новостями в первую очередь. Не делитесь, пусть люди дойдут до этого сами. А люди, ой, как медленно доходят. Еще одна очень важная вещь, и появляется это именно здесь, да? Вот, казалось бы, момент, самая середина Евангелия, 16 глава, ну, уже перешли за половину, вот такую чисто геометрическую середину прошли, но вот смысловая середина здесь. Вот самое главное, о чем Евангелие. Вот Петр это понял. И, казалось бы, момент такой торжества. И одновременно с тех пор, вот после этого вероисповедения, Иисус начал говорить ученикам, что ему предстоит отправиться в Иерусалим, там претерпеть много страданий от старейшин, превосвященников и книжников, что будет он убит, и через три дня воскреснет. То есть, вот связь грядущих страданий и его мессианского достоинства абсолютно необходимо явлена здесь. А Петр отвел его в сторону и стал уговаривать. Да, но он как бы самый-самый, в этом смысле, правильный, и понимает больше или быстрее остальных. И здесь он как бы от лица всех, но сам. И стал уговаривать, пожалей себя, Господи, пусть ничего такого с тобой не случится. Вполне естественное земное желание, да, уберечь любимого человека, дорогого от страданий и гибели. А Иисус повернулся и сказал Петру, проще сатана. Сатана – это противник. Кстати, можно и слова перевести, как «сатана прочь за мной». Здесь такое вот двусмысленное, может быть, немножко выражение. «Ты сбиваешь меня с пути, но умею тебя не божье, а человеческое». Как же он ему противник, если он только что его исповедовал мессией, Христом? Ну, он его отговаривает от того, что мессия должен совершить. И в этом смысле он действует как противник. Не обязательно видеть здесь указание на сатану, как на врагорода человеческого, но вот в данном случае он играет роль противника. А потом Иисус сказал своим ученикам, «Кто хочет вступать вслед за мной, пусть отречется от себя самого, поднимет крест, на котором его распнут, и идет за мной следом». Преступников распинали на кресте, заставляя перед этим нести поперечную перекладину к месту казни. То есть не просто тебя потащат распинать, а ты возьмешь и пойдешь распинаться. Ничего себе! Вот уж точно чего никто не пожалелает, ни себе, ни своим дорогим. А он им говорит, «Давайте сами это сделайте». Кто захочет сберечь свою душу, тот ее погубит, а кто погубит ее ради меня, тот ее сбережет. Вот тут прямо не знаешь, как переводить, потому что душа одновременно – это некоторая просто жизнь в человеке, еврейское и греческое слово может это означать. И одновременно душа – это некоторая бессмертная составляющая. Да, вот то, что после смерти тела не умирает. Может быть, такая игра, кто захочет сберечь жизнь, тот спасет душу. Но ведь не сказано так. Легко было это сказать. А возникает вот какой-то такой странный парадокс, что захотеть сберечь – значит погубить. А погубить ради Иисуса – значит сберечь. Может быть, чтобы не было вот такого пренебрежения земной жизни, мол, земная жизнь – это ничто, вот умереть – и это значит спасти свою бессмертную душу. Может быть, и человек, который старательно сберегает свою бессмертную душу, вот оберегает ее от чего-то дурного, и тот ее в итоге теряет. Что, собственно, Мессия пришел для того, чтобы себя отдать им, для того, чтобы вот собрать узкий круг ценителей, любителей и наслаждаться вместе с ними. Ой, это очень скоро ему предложат в следующей 17 главе, но мы еще до нее не дошли. А вот для того, чтобы отдавать. И отдавать себя, в конце концов, в этих исцелениях, в этих кормлениях толп. Ну, кто эти люди? Ну, зачем они нужны? Ну, они же ничего не понимают, большинство из них. Просто здоровечка, хлебушка хотят. Ничего, он отдает себя. Что выгодает человек, если приобретет весь мир ценой ищерба для своей души? Какой выкуп сможет дать человек за свою душу? Вот здесь уже некоторый намек на то, что будет потом богословием, особенно апостола Павла, что это есть выкуп за душу, да? Но здесь, конечно, это образ. Вот ты потерял душу, что ты за нее отдашь? Если, допустим, не знаю, у тебя забрали там что-нибудь ценное, ты найдешь что-то еще более ценное и выкупишь это обратно, да? Но душа, что цене ее. Сыну человеческому еще предстоит прийти во славе своего отца, и тогда каждому он воздаст по заслугам. То есть, вот куча этих, не куча, но несколько этих изречений про относительную ценность, но итог подведет. Сын человеческий, когда придет в славе отца, не торопитесь подводить итоги сейчас. «Аминь, говорю вам, что среди стоящих здесь некоторые не успеют кусить смерти, прежде чем увидят приход Сына Человеческого вместе с Его Царством». Слова, которые заставляли многих читателей видеть здесь надежду на скорое пришествие, на то, что люди еще не успеют умереть. Мы знаем прекрасно, что с тех пор прошло около двух тысяч лет, и, в общем-то, еще не состоялось второе пришествие. Либо надо читать это в каком-то переносном духовном смысле, что они увидели приход Сына Человеческого для себя, или что смерть, наоборот, в духовном смысле некая вечная смерть. Не знаю. Вот есть некоторая загадка в тексте, которая может быть понята разными способами. Ну, а в следующей 17 главе у нас будет продолжение этой темы. Вот Петр исповедал Иисуса Мессией, Христом, и в 17 главе будет некоторое своеобразное подтверждение этому исповеданию. Субтитры создавал DimaTorzok